Мы с вами сегодня, надеюсь, обсудим вот некоторые общие такие проблемы научного перевода вообще. И, соответственно, я думаю, как-то все это проиллюстрируем и, может быть, как-то потренируемся на примерах из, собственно, польской научной литературы. Я выбрал для нашей презентации, для нашей с вами, можно сказать, упражнений, каких-то таких обсуждений, фрагменты из книги Ежи Шацкого, крупнейшего польского социолога «История социологической мысли». Я ее выбрал не только потому, что последние три года занимался ее переводом и редактированием, и она таки богополучно вышла на русском языке в 2018 году. Но потому что Шацкий очень широко понимает историю социологической мысли, то есть для него это, собственно говоря, история вообще социально-гуманитарной мысли. И там можно найти фрагменты из совершенно разных социально-гуманитарных наук, и то, что ближе к социологии, то, что ближе к философии, к антропологии и к истории, и разных времен, разных эпох. Поэтому там можно просто очень хорошо подбирать материал. Поэтому я оттуда вот выбрал там где-то, наверное, 8 или 9 фрагментов, о которых мы с вами поговорим. И попробуем их перевести, так сказать, и обсудим, почему и как получился тот или иной перевод получается. Хорошо, друзья мои, значит, мы с вами можем вернуться к нашему научному переводу. И я немножко, наверное, расскажу о переводе научной литературы вообще, в принципе, в такой немножко популярной форме постараюсь, поскольку вы тут все время занимаетесь и говорите о художественном переводе. И вообще надо сказать, что, так сказать, в переводе ведения, в лингвистике до недавнего, ну, до сравнительно недавнего времени перевод научной литературы был немножко такой золушкой. Вот, да, потому что ему всегда уделяли гораздо меньше внимания, в теории им меньше гораздо занимались. То есть, если какие-то теоретические работы по переводу ведению, то все сразу, конечно, понятно, что это по художественной литературе. То есть, научный перевод, он все время отходил на второй план. Ну, а в последнее время, вот наоборот, и его, так сказать, роль и значение в межкультурной коммуникации стало очень возрастать, и всевозможные теоретические работы на эту тему стали появляться. И надо сказать, что каких-то таких обобщающих, больших, вот серьезных работ о переводе научной литературы, в общем-то, еще сравнительно немного. Ну, на русском языке я вообще затрудняюсь назвать, вообще по переводу ведению, конечно, на русском языке масса книг, но по переводу специальной научной литературы на русском языке я бы даже и не назвал. На английском языке тоже сравнительно немного, но, кстати, между прочим, Польша, в этом смысле, польская, так сказать, перевода ведения, очень выгодно отличается. И в Польше буквально в 2007 году, сравнительно недавно, в Варшаве, в Варшавском университете вышла книга Зофьи Козловской, Зофья Козловска, о «Обшекладе тексту науковэгу». Прямо вот, да, специальная монография, обобщающая работа о переводе научного текста. Это вообще, я бы сказал, редкость, не только для польской, а вообще для мировой научной литературы. И я вам вот эту работу, эту книжку рекомендую. Она имеет некоторую особенность, то есть она написана на материале лингвистических текстов. То есть там анализ дан на материале именно научных, но именно научных лингвистических текстов. Но все равно эти тексты, так сказать, гуманитарные, и, конечно, они, все, что там написано на их примере, нам подходит. Вот, потом есть еще, ну вообще на протяжении последних, наверное, лет 50 таких антологий выходило немало. Но я бы, если говорить о современной литературе, о современной польской литературе, я бы вам рекомендовал вот такую вот «Польская мышль Пшекладознавча», антология, «Польская мышль Пшекладознавча» — это Егелонский университет, Краков, 2013 год. Егелонский университет, Краков, 2013 год. «Польская переводоведческая мысль». Хорошая антология, хорошая антология, да, «Польская мышль Пшекладознавча». Хорошая антология таких классических текстов польских. И, кстати, среди польских текстов, я бы, знаете, вот если говорить именно о... Но там, понимаете, большинство текстов тоже посвящено переводу художественной литературы. А если вот говорить именно о переводе научной литературы, то я бы вам в этой антологии рекомендовал довольно старый, уже совершенно такой классический, но до сих пор он вполне, так сказать, актуальный текст Романа Ингардена, знаменитого польского философа-феноменолога. Вот, его... Это вообще текст 50-х годов, это где-то 55-го года текст, вот, но его перепечатывают во всех, так сказать, антологиях по переводу ведению до сих пор. Вот, он называет... Он так и называется, о тумачениях, вот, о переводах, о тумачениях. Там, знаете, как он как раз показывает, он как раз обсуждает специфику художественного в отличие от научного. Вот, художественного текста в отличие от научного и какие там, что какие есть следствия для перевода в этом. Так что, вот, наверное, из таких вот классических вещей я бы вот этот текст посоветовал. Вот, это такие вот некоторые предварительные замечания. Теперь, так сказать, надо немножко характеризовать вообще научный текст с точки зрения перевода. Ну, что можно сказать про научный текст в смысле перевода? Конечно, обычно сопоставляют и противопоставляют друг другу научный и художественный текст. Вот, если, так сказать, делают такую шкалу, так сказать, экспрессивности и когнитивности, да, условно говоря, экспрессивности и когнитивности, то, значит, по, так сказать, экстремум экспрессивности художественный текст, экстремум, как бы, такой когнитивности – это научный текст. То есть научный текст наиболее насыщен именно когнитивной информацией, а, соответственно, художественной, напротив, наиболее эстетизирован и эмоционально насыщен. То есть, если говорить совсем терминологически точно, то когнитивная информация составляет сущность плана содержания научного текста. В плане содержания научного текста это, в первую очередь, когнитивная информация. То есть, тем научных текстов может быть бесконечно много, но всегда содержание будет относиться к передаче когнитивной информации. Еще важная специфическая черта, именно такая стилистическая черта научного текста, это всегда преобладание плана содержания над планом выражения. Преобладание плана содержания над планом выражения. Это не всегда хорошо для читателя. Да, читателю, тогда хотелось бы, чтобы... И читатели вообще больше любят ученых, которые умеют так еще писать, чтобы их еще и читать можно было. Но ученые чаще думают о том, что главное точно передать мою мысль, а как это будет звучать, это не имеет значения. Это как, знаете, в свое время Гейне написал про Канта, что Кант, великий философ, и внес огромный вклад в философию, но только сделал ей одну ужасную медвежью услугу. После Канта стало считаться, что быть великим философом – это значит писать отвратительно. Вот это вот такая вот... Да, но это вот преобладание плана содержания над планом выражения. Значит, собственно, поэтому личностное начало автора в научном тексте максимально не выражено. Но с другой стороны, научный текст отличает прозрачная структура, очень ясная прозрачная структура. То есть в научном тексте всегда должно быть понятно, о чем говорится в каждом разделе. Там обычно есть такие всякие перекрестные ссылки, там в главе, в предыдущей главе, смотри выше, смотри ниже, примечания. То есть он весь пронизан как бы вот такими вот указателями, ну и излишне говорить, что перевод должен все сохранять. Вот, да, вот эту прозрачность научного текста он должен сохранять. Далее, что очень важно, собственно, в отличие... Вот в чем отличие художественного текста и научного текста? Художественный текст имеет бесконечные разнообразные способы изложения, он имеет бесконечно разнообразные способы выражения. Это выражение, но всегда, в общем, примерно одну и ту же тему. Но все художественные тексты написаны на одну и ту же тему. Ну, изображение внутреннего мира человека, его переживаний и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, художественные тексты, они бесконечно разнообразны по формам выражения, но, в общем, как правило, касаются примерно одной и той же темы. А у научного текста, наоборот, у него бесконечное разнообразие тем, которые он захватывает, но при этом максимально стандартизированная форма выражения. Вот, максимально стандартизированная форма выражения. То есть, способ изложения материала должен быть максимально, как бы, такой отстраненным, объективистским. И этот текст, как бы, всячески демонстрирует, что тема, излагаемый материал, никак не влияет на способ выражения, никак не влияет на стиль. То есть, вообще, если у ученого появляется индивидуальный стиль, очень яркий выраженный, то это всегда, в общем, его очень выделяют в научном сообществе. И это не всегда, кстати, в научном сообществе приветствуется. Вот, в лучшем случае его запишут в популяризаторы, вот, и популяризация в науке, ну, считается, как бы, таким занятием не совсем почтенным, да, поэтому, кстати, вот, популярная литература, популярная научная литература всегда страдает, потому что ученые, серьезные ученые редко этим занимаются, потому что для них это непрестижно. А некоторые ученые принципиально пишут, как литераторы, ярко и выразительно. Ну, тогда они, в общем, занимают в науке всегда, это их, как бы, очень сильно маркирует, ну, я бы не сказал маргинализирует, но, во всяком случае, очень сильно маркирует, и они, как правило, к ним относятся очень специальным образом в научном сообществе. Ну, скажем, яркий пример, Лев Гумилев, да, который писал, ну, его тексты можно по-разному характеризовать, научные они или не научные, но, во всяком случае, он претендовал на научность, и в то же время на то, что он пишет ярко, живо, художественно, но, так сказать, научное сообщество этого, в общем, как правило, не воспринимало. Вот, далее, собственно, то есть, главная тактика переводческой деятельности, если, так сказать, если, ну, сказать, что должен сделать переводчик с научным текстом, он должен, собственно говоря, понять тот ключевой концепт, ту ключевую мысль, так сказать, ту ключевую идею, которая заложена в данном научном тексте, и, собственно, он должен осмыслить жизнь этого концепта, жизнь этой идеи в научном тексте, то есть, в сущности говоря, научный текст тоже имеет свою драматургию, он тоже имеет свою драматургию, то есть, обычно в художественном тексте есть сюжет, да, и в художественном тексте главное передать сюжет. Вот, в научном тексте, ну, каким-то, таким, можно сказать, функциональным аналогом, вот, функциональным аналогом сюжета для художественного текста является, вот, развитие концепта, то есть, выдвижение тезиса, его доказательства, спор с другими тезисами, там, противопоставление понятий, это, в сущности, тоже драма, вот, это, в сущности, тоже драма, только там действующие лица, это абстрактные понятия, вот, то есть, понимаете, это такая драма платоновских идей, вот, я бы сказал, но вообще, на самом деле, жар холодных чисел, да, не просто так сказано, вот, в этом тут тоже может быть вполне себе жар холодных чисел, вот, поэтому, да, поэтому переводчик, конечно, должен уделять большое внимание именно, вот, связности текста перевода, чтобы у него понятийный аппарат, чтобы у него терминология, так сказать, не гуляла, ну, потому что это все равно, что главного героя в художественном произведении переименовывать, да, если у вас там начнется с Андрея Балконского, а потом его заменит Пьер Безухов, вот, да, ну, вот, то же самое, да, ну, вот, то же самое в научном тексте, то есть, точность перевода терминологии, то есть, тут не может быть приблизительности, потому что вот эти ключевые термины, концепты, это герои, вот, их ни в коем случае нельзя с ними вольно их никак там переименовывать и менять. Это, когда это один переводчик переводит небольшую статью, здесь, конечно, скорее всего, если он квалифицированный человек, то это все он так и сделает, вот, но если это, вот, как в случае было с нашим, вот, Ежи Шацким, в котором, тут два тома по 750 страниц, значит, и нас было пять переводчиков, включая меня, и потом нужно было делать предметный указатель, вот, и у меня не было твердой уверенности, что одно и то же слово, какой-то термин, все пять переводчиков в каждом случае перевели абсолютно идентично, и что у меня по всем двум томам это слово будет переведено именно таким способом, вот, ну, вот, я вам хочу сказать, что из мне, когда я делал предметный указатель, мне все, что до этого я переводил, мне показалось просто отдыхом и легкой прогулкой, вот, что это все, моя работа переводчика, это просто мне показалось сладостное мгновение, вот, по сравнению с тем, что меня ждало, вот, когда я должен был выверить предметный указатель, что меня вот это споличейнство было переведено как общество на протяжении 1500 страниц, и нигде, не дай бог, не появилась никакая общность или какое-нибудь сообщество, еще-нибудь еще в таком духе, вот, это, да, это было действительно, но это важно делать, потому что указатели вообще это важное дело, как у меня есть один знакомый коллега в институте своеведения, который говорит, указатель это показатель, указатель это показатель, то есть, если у книжки есть указатель, значит, это серьезная научная книга, вот, да, то есть, именной, предметный, а еще иногда и географических названий, вот, ну, вообще, я вам хочу сказать, что именной сделать легче, конечно, вот, именной, конечно, сделать легче, вот, предметный, это, конечно, ужас, вот, именной, там только, ну, там тоже есть свои вещи, с которыми, если вы как переводчики сталкивались, вы знаете. Там, конечно, тоже, опять же, если у вас есть несколько переводчиков, там важно, чтобы транслитерировали одинаково имена и фамилии. Потому что тут, ну, понятно, что есть такие имена и фамилии, которые уже, так сказать, имеют устойчивую традицию, как они по-русски пишутся, да, а есть ведь вот с французскими особенно, я уж не говорю про польский. Вот, да, тут ведь все может очень гулять, и тут, ну, есть стандартные правила транслитерации, вот, из польского языка они тоже есть на русский язык, но тут важно это вот именно проверять. И еще одна есть такая штука, ну, это мне так кажется, ну, и вообще-то говоря, перевода веды, это тоже рекомендует, потом я узнал, что это так и надо, когда, вот, да, что лучше указывать, особенно в научных таких больших работах, лучше в скобках указывать имена на языке оригинала, вот, да, чтобы все-таки, тут, понимаете, у вас главная какая интенция вашего научного перевода, то есть вы не должны для читателя ничего закрывать, а вы должны ему максимально открывать, вы ему должны максимально давать, то есть он должен иметь возможность по имени автора в оригинале найти его работы, там, найти о нем информацию, вот, чтобы ему было удобно, вот, переводчик, собственно говоря, это такой человек, который должен сделать удобно, он все должен, как бы, открыть, объяснить и тихо уйти в сторону, да, его там не должно быть видно и слышно, но он все, так сказать, все показал и все открыл, Пушкин, знаете, как называл переводчиков, да, почтовые лошади просвещения, да, вот, почтовые лошади просвещения, тут, когда логотип этой школы обсуждали, я предлагал это сам, вот, лошадей, вот, в каких-нибудь польско-российских национальных цветах, вот, да, вот, так что, да, так что здесь очень важны вот эти моменты, вот, поэтому в научном тексте большую роль играют средства, извините меня за выражение, семантической формальной когезии, семантической формальной когезии, то есть связывания, те связки, то есть связки, ну, вот, собственно говоря, семантические связки, это, в первую очередь, термины, то есть у вас последовательная преемственность терминологии на протяжении всего текста создает вот эту самую чудесную семантическую когезию, вот, но, правда, правда, так сказать, всякие руководства по переводу, они говорят о том, что все же не надо этим злоупотреблять, иногда авторы так любят какой-нибудь термин и так на него садятся, что уже просто невозможно, вот, это читать, вот, и тогда говорят, что, ну, заменяйте местоимениями, но, в конце концов, это местоимениями можно, там, это, оно, да, того, да, то есть замена местоимениями иногда при избыточной частотности термина, в принципе, грехом не считается, вот, главное, главное всегда, так сказать, святые слова, которые всегда повторяются в теории любого перевода, главное, чтобы это не было в ущерб ясности и точности изложения, вот, не в ущерб ясности и точности изложения, да, вот, ну, существует, ну, существует Вот и формальная когезия, то есть это местоимения, союзы, вводные обороты, и их тоже, в общем, надо довольно точно передавать, то есть это как бы вроде формальные слова, и так, следовательно, и мы приходим к заключению, то есть, в общем, вот это вся как бы нудные вещи, но они, считаю, все-таки важны, потому что они эту связанность показывают, логику, рассуждения показывают, поэтому они нужны. Вот, затем, что еще очень важно, ну, степень выявленности авторского начала в текстах разных языковых культур, она разная, то есть, где, в каких текстах автор более, так сказать, ярко проявляет себя, а где он меньше проявляет себя. Ну, вот российская такая русскоязычная научная, да, культурная традиция, она, в общем, требует максимального нивелирования авторского начала, то есть, считается, полагаем, мы полагаем в крайнем случае, кто эти мы, да, непонятно, но студентов всегда на первом курсе учат, что вот, чтобы, не дай бог, никакого я у тебя, так сказать, ни в одной работе не было, да, в твоей. Вот, я считаю, это преподаватель сразу, так сказать, красной ручкой, да, вычеркивает железной рукой, вот, мы полагаем, да, имеет место следующее наблюдение, вот, да, то есть, авторское начало в русском, как бы, максимально снижено, смазано. Мне кажется, мне кажется, что в польском что-то похожее, потому что то, что я до сих пор читал, вот, сколько польских научных текстов, если они, конечно, не научно-популярные, в научно-популярных можно немножко быть поживее, вот, и посвободнее, но в польских научных текстах примерно, мне кажется, та же самая картина. Но в английских, кстати, нет, в английских нормально, если он пишет I, да, in my opinion, да, в русском языке попробуй напиши, да, по моему мнению, по нашему мнению. Вот это особенность уже языковой культуры, поэтому считается, что если, так сказать, в языковой культуре, с которой вы переводите это нормально и допустимо, то вы это, соответственно, на русский должны перевести функционально, ну, вот так вот нейтрально, чтобы, что если, допустим, даже, ну, если, например, он по-английски пишет I, то по-русски вы все равно пишете I, мы, потому что по-английски это нормально, а по-русски это нормально, потому что если вы по-русски напишите I в этом случае, то, значит, вы исказите, как бы, образ автора в оригинале, потому что в оригинале это нейтрально, а вы, значит, в русском покажете его не нейтрально. Ну, в польско-российских случаях это, в общем-то, примерно соответствует традиции, поэтому здесь, я думаю, нет. Польская и немецкая тоже, она, в общем, немецкая традиция и польская, она, в общем, примерно предполагает вот эту вот невыраженность авторского начала. Вот, затем, на что еще следует обратить внимание? Ну, конечно, когда вы переводите научный текст, там еще важно определиться, какое это все-таки по жанру научный текст, они по-разному делятся, но наиболее крупное такое подразделение научных текстов, это деление текстов на научные, научно-популярные. Иногда это деление довольно условно, ну, потому что, например, вот книга Шацкого, вы знаете, я бы затруднился сказать, потому что она используется как учебник, в принципе, вот, и в некотором смысле она рассчитана на, ну, не только на каких-то вот очень специальных социологов, она, в сущности, рассчитана на студентов первого курса и вчерашних школьников, по сути дела, но в то же время она является и работой эпохальной вот для, так сказать, истории науки, интеллектуальной истории. Вот, и, ну, это, знаете, ну, это надо быть Шацким, это надо быть вот таким выдающимся ученым, да, чтобы написать вот текст, как бы, который одновременно может работать и как абсолютно строго научный, и в то же время быть, вообще, вполне понятным и доступным для, ну, скажем, там, первокурсника-студента начинающего. Вот, это создает, это, кстати, тоже создает вот вызов переводчику, я вам хочу сказать, как переводчика, как редактор, когда ты понимаешь, что вот работаешь с текстом такого высокого уровня, который вот может одновременно быть в двух регистрах, по сути, и строго научным, и научно-популярным. Вот, вот, надо выбрать этот стиль, я не знаю, так сказать, удалось мне или нет, вы почитаете, так сказать, скажете, но вот стиль, который был бы, с одной стороны, максимально ясным, понятным и вот почти разговорным, да, но, с другой стороны, вот, сохранял всю вот эту вот научный аппарат, терминологию, всю научность, чтобы все это присутствовало. Ну, во всяком случае, когда мне первые читатели сказали, что читается легко, я говорю, yes, вот, да, вот, и в то же время ни один профессиональный социолог не закричал, что что-то не так, вот, ну, значит, все, значит, прошло более-менее нормально. Так вот, но все-таки я хочу сказать, что если обычно мы чаще всего имеем дело с текстами либо строго научными, либо научно-популярными, там разные, так сказать, разные, все-таки, переводческие стратегии, потому что, конечно, текст чисто научный, он отличается большой насыщенностью терминологии. Там, знаете, в научном тексте, ну, есть исследования по разным языкам, там до 25% лексики, до 25% лексики терминология, вот, поэтому здесь нужно переводить, конечно, очень точно, очень строго, и вообще считается, что когда научный текст, вот, именно чисто научный текст переводчик переводит, то надо или привлекать специалиста по данной науке, вот, специалиста по данной специальности, вот, ну, или самому иметь подготовку или очень серьезно готовиться, вот, но тут все-таки лучше, чтобы прочитал специалист, вот, я, например, сам 10 лет преподавал историю социологии, только потом решился на то, чтобы его переводить, то есть, понимая, что, понимая, в общем, все те подводные камни и фишки, которые там меня будут ожидать, так сказать, за каждым словом, вот, но вот прочитав там в течение десятилетия курс по истории социологии, ты уже, так сказать, понимаешь, что он хочет сказать, вот, а научно-популярный текст, он, тут, конечно, сохранение научной строгости важно, но тут главное, конечно, это стиль, язык и понятность, поэтому здесь считается, что не обязательно привлекать специалиста для контроля перевода. Далее, вот, конечно, для, да, главная сложность, вот, самое главное, о чем нужно сказать, когда мы говорим о переводах научных текстов, самая главная сложность, это, конечно, терминология, это терминология, вот, и здесь, собственно говоря, вся суть работы переводчика с научным текстом, это, конечно, ну, там, 90% работы, это работа с терминологией. Иногда, иногда с терминами все просто, то есть, термин можно найти в словаре, вот, и всякие руководства по переводу пишут, что переводчик должен работать с специальными словарями, ну, ежику понятно, вот, что он должен работать со специальными словарями, ну, хорошо бы, чтобы было все так однозначно в словарях, вот, обычно хорошо бывает, когда у вас терминология математическая, естественно, научная, там гораздо лучше, конечно, хотя считают, что это тексты более трудные для переводчика гуманитария, но с терминами там как раз легче, потому что, понимаете, это науки, которые создают, как правило, для себя искусственные языки, они же создают искусственные языки, ну, математика и естественные науки, да, они создают себе специальные искусственные языки, да еще к тому же, например, как химия или математика, еще и знаковые системы, да, еще и знаковые системы, поэтому, конечно, говорят, что вот эти науки точные, а вот гуманитарий должен испытывать комплекс неполноценности, Так если бы гуманитарий имел возможность создавать себе реальность, создавать терминологию для обозначения этой реальности, то он тоже был бы самым точным ученым на свете. Математика имеет такую возможность. Он может сначала создать тот мир, который он будет изучать, задать параметры этого мира, придумать понятия для обозначения тех реалий мира, которые он создал, потому что это мир идеальный, созданный в его уме. Конечно, все там абсолютно точно и однозначно. Но когда мы имеем дело с гуманитарной сферой, с культурой, с обществом, то мы как бы попадаем в совершенно другой мир, в совершенно другую реальность, потому что тут ведь очень часто обычные слова, слова обычного повседневного, обыденного языка, они иногда приобретают характер терминов. Да, они могут приобретать характер терминов. И вы не всегда, ну то есть вы, конечно, как переводчик должны это улавливать, но надо понимать, когда это слово употреблено в терминологическом значении, там какое-нибудь общение, коммуникация, общество, общность. Когда оно употреблено в обыденном значении, а когда это уже термин, потому что есть там слово обще, общество, там шло в каком-то таком общем смысле, вдруг вы неожиданно переехали в главу, например, протяниса, а там, извините, общество, это совершенно определенный термин, который нельзя, например, смешать со словом общность, потому что это два совершенно разных понятия, которые просто антонимы, которые просто абсолютно противопоставлены. И вот когда, где перед вами это слово в терминологическом значении, а где в своем обычном повседневном значении, это приходится улавливать. Так что, потом, конечно, еще бывает проблема с составными терминами, то есть, когда несколько слов обычной лексики, да, несколько слов обычной лексики в сочетании друг с другом образуют специфический термин. Каждое слово в отдельности, оно обозначает что-то, в общем, вполне обыденное, а соединившись вместе превращаются в термин, но в нашем с вами польском случае я бы привел, так сказать, совершенно простой пример, это ржечь посполита, между прочим. Потому что ржечь, это ржечь, существительная, да, там вещь, да, посполита, тоже вполне переводимая, прилагательная, да, общая, да, общественная, а вместе, у нас ведь что делают в наших учебниках школьных и до сих пор везде, да, ведь просто делают кальку и как бы такую фонетическую, вот, не очень удачную, кстати, потому что пишут речь, да, пишут речь, и я вообще, честно говоря, очень сочувствую школьникам, многим поколениям школьников, которые должны это прочитать, вот, это же за странное государство, называющееся речь, вот, при чем тут речь, вот, это очень странно. Ну вот, а с другой стороны, если ты напишешь республика с большой буквы, да, то будет опять непонятно, вот, так что какая республика, где эта республика, вот, и вот, пожалуйста, переводчик на таком самом простом элементарном примере переводчик оказывается, в общем, уже в ситуации, когда надо что-то пояснять, ну, примечания можно делать, конечно, вот, и объяснять. Вот, вот, еще одной сложностью является, вот, непереводимость, или, так сказать, неудоба переводимость некоторых терминов, вот, поэтому, если мы имеем дело с такими реалиями, с какими-то историческими, культурными реалиями, то буквально перевести невозможно. Ну, например, если мы с вами в польском случае, ну, будем переводить, скажем, ну, рокош, да, ну, что вот мы переведем, ну, бунт, да, рокош, бунт, мятеж, ну, это по-русски будет не совсем, то есть, это по-русски будет понятно, но это будет не совсем о том, вот, потому что русский человек, прочитавший бунт или мятеж, он представит себе какое-нибудь восстание там Пугачева и Степана Разина, да, а рокош в польском случае это, в общем-то, ну, примерно то, что в антропологии, вот, в политической антропологии называется институционализированное восстание, то есть, это восстание, на которое, в принципе, шляхта имеет право, то есть, в общем-то, это часть политической системы, это часть, это часть политической жизни, когда шляхта объявляет о том, что она выходит из повиновения, да, королю и, вот, отстаивает свое право таким способом. Это, в общем-то, не нарушение права, это применение некоторого права. Так что сложности тут возникают, и надо обратить внимание также на возможности разночтения, на возможности различия смысловых оттенков в языке оригинала и в языке перевода, потому что слова могут быть похожи в языке оригинала и в языке перевода, но иметь существенно разные коннотации, эмоциональные и семантические, и поэтому здесь очень важно, так сказать, не попасть в такую ловушку, даже вот особенно при близких языках, в такие ложные друзья переводчика, потому что, ну скажем, простейший пример, панибратство, панибратство, вот панибратство в русском языке имеет, в общем, такую скорее негативную коннотацию, что это ты позволяешь себе, панибратство, а панибратство в польском случае это понятие высокого стиля, потому что пан-брат, это, собственно говоря, это обращение, если шляхтичи незнакомы, да, то можно обратиться пан-брат, вот, и все шляхтичи-братья, потому что они все принадлежат к одному народу, к одному сословию, да к тому же еще все имеют единое сарматское происхождение, как мы знаем, вот, да, вот, поэтому это, это реалия своего времени и, в общем, такого слова, скорее, высокого стиля, вот, а если мы его с вами ухнем, так сказать, в русский язык без всего, то что получим, да, что это такое, что получим какое-то пьяное панибратство, вот, вместо, так сказать, высоких дворянских отношений. Ну, это какая-то, это амикошонство, какая-то фамильярность, там что-то такое, вот, мне кажется, я бы не стал это переводить свое польским панибратством, потому что, мне кажется, мы попадем в... Русское, польское... Да, 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 пожалуй, так, вот, или, например, есть там слово, ну, например, вот, скажем, заборцы, вот, если мы говорим о разделах Польши, да, о заборах, ну, вот, такое стандартное польское слово, да, заборцы, ну, вот, что с ним делать, да, вот, можно ли его перевести буквально, да, ну, я, когда попадаю в такую ситуацию, я обычно перевожу страны-участницы разделов Польши в конце 18... во второй половине 18 века, вот, да, то есть, если его перевести, ну, как, перевести до свомпи, захватчики, вот, да, ну, о чем это будет, да, а как это будет, да, в общем, мне кажется, не стоит этого делать, вот. Потом еще, кстати, есть такой некоторый нюанс, который было бы интересно, наверное, обсудить, это то, что навыки перевода научной литературы иногда бывают очень важны, важны для переводчика художественной тоже литературы, потому что особенно вот в последнее, в последние, наверное, десятилетия, вот, ну, кто из вас филологи, вы это, наверное, лучше меня объясните, появляются, в общем, довольно такой, в художественной литературе появляются тренды вот таких интеллектуальных романов, ну, то, что вот в американском, скажем, варианте называется кампус-новел, да, такие кампусные романы, вот, где действия происходят в университетах, с университетским сообществом, и там просто огромная насыщенность научной терминологии, герои там вроде бы, ну, даже Умбертека, возьмите, да, там происходит любовная сцена, и при этом они обсуждают проблемы семиотики, вот, поэтому, получается, что надо владеть навыками научного перевода и те, кто переводит художественную литературу, и я встречал такие вот работы, которые обсуждают, насколько корректно, скажем, перевели там какой-нибудь американский роман из университетской жизни, а там романтические герои обсуждают то Якобсона, то проблемы остранения, то какие-то там семиотические, в общем, и постструктуралистские дела, вот, потому что все происходит в университетском кампусе, и вот, что делает переводчик, должен тоже это адекватно перевести, да, и еще, да, еще, конечно, очень важно обратить внимание, что, ну, для перевода научного текста очень важен этап подготовительной работы, как я уже говорил, ну, просто, да, просто надо изучать, во-первых, проблематику и тематику, это понятно, потому что надо знать термины, надо знать характерные обороты, мне однажды, я когда только начинал немножко, так сказать, практиковаться как переводчик, мне попросили сделать перевод с французского, вот, перевод с французского, значит, а текст был о теории кино, боже мой, текст-то был небольшой, но сколько я сидел, читал по теории кино, потому что там что-то с того, что я знаю, как переводится слово имаж, вот, а как оно переводится здесь, вот, так что это было, да, и еще, знаете, еще надо на что обращать внимание, ну, не только надо на оба знания, но это тоже, наверное, ясно, надо все-таки, наверное, побольше знать об авторе, вот, надо знать об авторе тоже, вот, то есть о нем, о его даже лучшей жизни, вот, об историческом периоде, когда он жил и писал, и вообще, какие у него есть работы, и какая у него была, так сказать, динамика его научного творчества, какое место этот текст занимает среди, вот, других его работ, это все, это все на самом деле бывает важно для понимания, это все бывает важно для перевода, иногда, кстати, это влияет и на язык, потому что, если вы понимаете, что это автор какого-то особого, там, культурного круга, контекста, или просто даже другой эпохи, вот, то язык тогда, ну, наверное, надо иногда даже архаизировать, если вы переводите, там, скажем, просветители XVIII века, вот, да, это, наверное, тут уже не обойдется и без некоторой архаизации языка. Вот, теперь, значит, краткие такие мои замечания про три момента, значит, три момента таких, связанных с научным текстом. Значит, научный текст имеет специфику на трех, как бы, уровнях основных, лексики, грамматики и стилистики. Да, он имеет специфику на уровне лексики, грамматики и стилистики. Ну, что касается, что касается лексики, что самое главное, самое главное лексическое отличие научного текста, это вот, как мы уже с вами многократно говорили, это терминология, это терминология. Причем термин, как в качестве слова, он чем отличается? Он отличается тем, что термин стремится к однозначности, во всяком случае стремится, не всегда получается, но термин стремится к однозначности, и поэтому, в отличие от просто слова, термин обладает определенной самостоятельностью, то есть он может, как бы, жить вне контекста. Он может жить вне контекста. Слово обычное вне контекста неясно, непонятно, а, собственно, термин, он приобретает определенную независимость от контекста, а, с другой стороны, как только вы термин употребляете, вы сразу вместе с ним притаскиваете в свой перевод целый шлейф, так сказать, контекста, с которым он связан. Поэтому, так сказать, когда вы переводите, когда вы выбираете перевод термина, то тут очень осторожно, тут именно нужна большая, так сказать, точность. Потом очень важно, конечно, чтобы, во-первых, понимать, что перед вами именно термин, и надо понимать, из какой области знаний, в какой области знаний. То есть, если вы даже проверяете по словарю, то важно понимать словарь какой дисциплины, потому что термин может казаться очень понятным, даже почти не термином, а почти словами обыденного языка, а он будет термином, причем определенной науки. Вот у меня, например, мне запомнилось из Шацкого, из перевода, там, значит, шла речь про антропологию, глава про культурную антропологию, там, где Малиновский и всякие антропологи, и там очень часто употреблялось боданье Тереновы. Боданье Тереновы. Ну и переводчик, который это переводил, этот раздел, значит, взял и везде спокойно написал «Исследование на местности». Вот, да, вот, «Исследование местности, исследование на местности». Ну, человек не знал, что речь про культурную антропологию, да, что это полевые исследования называются в антропологии и так далее. И вот эти вот боданье Тереновы я вылавливал, так сказать, по всему тексту и превращал их в полевые антропологические исследования. Вот, так что вот это, то есть, возможно, даже просто, человек, возможно, даже не опознал, что это термин, вот, а вполне, как бы, такая обыденная речь. Вот, так что, конечно, однозначности и определенности термина в рамках одного семантического поля должна быть. Однозначности и определенности в рамках одного семантического поля, да. Значит, существуют основные, как бы, стратегии, основные приемы перевода нестандартных, как их называют, нестандартных элементов исходного текста, таких как термины. Значит, нестандартных элементов, то есть терминов, существуют некоторые такие стандартные стратегии их перевода. Ну, во-первых, ну, понятно, что это можно выделить только идеально, типологически, как у Вебера, знаете, вот, на практике это часто смешивается. Значит, какие существуют вообще способы, какие существуют стратегии перевода, вот, терминологии и вообще каких-то нестандартных элементов переводимого текста? Ну, во-первых, поиск эквивалента просто. Самое простое, просто поиск соответствия равнозначного в обоих языках. То есть слова, которые более или менее передают объем понятия оригинала. Ну, скажем там, солидарность. Да, если мы это переведем по-русски солидарность, то, в общем, нормально, я думаю, будет. Да, это, в общем, будет примерно понятие одного порядка. А вот, например, если мы переводим с французского solidarité на польский или на русский, то не получится, потому что, скажем, во французском это, знаете, может иметь отношение, вот, например, к этому шкафу, у которого все его части тоже solidarité. Они, так сказать, хорошо и плотно соединены. А в польском или в русском это что-то моральное, нравственное, социальное и так далее, и так далее. То есть, вот, это поиск, если эквивалент есть, то хорошо. Хорошо, перевод с помощью аналога, перевод с помощью аналога. Наиболее распространенный вид перевода, потому что слова обычно многозначны. То есть, когда слову исходного языка соответствует несколько значений на языке перевода, когда слову исходного языка соответствует несколько значений на языке перевода, то тут надо искать аналог. Ну вот, вы знаете, ну вот, например, польское слово «яжнь», которое, в общем, особенно если мы переводим какую-то социально-психологическую, социально-психологическую литературу, то тут надо очень выбирать аналог очень аккуратно, потому что в польском языке это может переводиться на русский язык и словом «личность», и словом «сознание», и словом даже «идентичность», и самыми, ну, например, если мы берем какой-нибудь медицинский контекст, то подвоение яжни – это раздвоение личности, вот, скажем, а если это, скажем, там, это может быть зеркальное я, например, если мы переводим какую-нибудь социальную психологию, да, поэтому вот тут вот, вот тут как раз нам приходится искать именно аналог, который в данном случае будет соответствовать тому оригиналу, который мы переводим, вот, скажем, Шацкий при помощи слова яжнь переводит то, что по-английски называется self, и, то есть, это самость, это вот эта самая самость, self, и он говорил, что да, он когда-то в этом случае использовал понятие личность, но потом понял, что оно неадекватно, и вот, значит, начал переводить это, переводить на польский при помощи слова яжнь, а мне что делать? Вот, да, ну вот, там, где зеркальное я, мне пришлось и яжнь перевести как просто я, потому что на русском языке этот термин устойчивый зеркальное я, и там нельзя ничего другого написать, а в других случаях, ну, писал в скобках self, вот, потому что, да, что это самый self, где он имел в виду соответствующую вещь. А калькирование, калькирование тоже вариант, калькирование, то есть, воспроизведение как бы такого комбинаторного состава слова или словосочетания, то есть, то есть, как бы создание нового слова или словосочетания на языке перевода, которое калькирует структуру оригинала, то есть, создается новое слово или словосочетание на языке перевода, которое калькирует структуру оригинала. Ну, скажем, вот, если мы переводим Знанецкого, да, и вот у нас всполчинник хуманистичный, всполчинник хуманистичный, что с ним делать? Вот, ну, вот переводят, обычно прибегают в русском языке к калькированию, вот, и пишут гуманистический коэффициент, гуманистический коэффициент, ну, вот, значит, прямо взяли и скалькировали, и фактически ввели в русский язык новый термин, новые словосочетания. Вот, затем еще один вариант, еще один способ, это транслитерация, транскрипция, транслитерация или транскрипция, то есть формальное, фонемное воссоздание лексической единицы с помощью структур переводящего языка, то есть это фонетическая имитация, фонетическая имитация, это транслитерация, то есть это транскрипция. Транслитерация – это побуквенное воссоздание, да, это побуквенное воссоздание. Транслитерация – побуквенное, транскрипция – фонетическое воссоздание. Ну, это обычно происходит, ну, во-первых, часто эти два способа перемешиваются и на практике применяют и транслитерацию, и транскрипцию, то есть и фонетическое воссоздание, и побуквенное воссоздание. Ну, это, например, обычно, когда мы передаем, скажем, имена, названия, вот это вот классический случай, всевозможные имена и названия, и бывает очень сложно, да, вот, ну, все мы знаем, особенно польские географические названия, польские собственные имена, это вот не знаешь, то ли пользоваться, то ли искать звуковое хочешь, хочешь звуковое или, так сказать, вот буквенное соответствие, вот, и тут очень сложно. Вот, поэтому иногда термин не имеет в языке перевода эквивалента или аналога, вот, который в достаточной степени передает данное понятие, поэтому переводят, переводят, как бы сказать, пересказывают, поэтому просто пересказывают, то есть, как бы передают смысл, передают функциональный смысл вместо перевода. Ну, если мы, например, с вами возьмем, ну, например, мы будем переводить вот Лелевеля, да, Иохима Лелевеля, да, историка начала 19 века польского, и вот попробуем и перевести там гминовладство. Гминовладство, а у него это ключевой термин, то есть, то, что отличает славянскую историю, то, что отличает славянские народы от других, там, от германских, в первую очередь, для него это важно, это вот, так сказать, исконная славянская демократия. Демократия, исконная славянская демократия, ну, перевести это общинное самоуправление, ну, там что-то такое будет напоминать русскую деревню с сходом сельским, это вот, да, это не совсем то, да, и вот, и, значит, это приходится объяснять, что, по сути дела, приходится пересказывать, сказать, что в романтической историографии Ахима Лелевеля исходный демократизм славянского духа отражался в присущем славянам, по его мнению, в самых ранних времен духе демократизма и общинной жизни, там, что передается термином, да, вот, гминовладство. Так можно, конечно, гмина перевести, все, все понятно, владу тоже, владу с властью тоже все понятно, вот, но получится что-то не то, вот, дальше, что, ну, еще один вариант, это вот такой вот описательный перевод, описательный перевод и переводческий комментарий, описательный перевод и переводческий комментарий, ну, это тоже обычно касается тех слов, когда нет точного аналога в переводимом не просто языке, не в языке, а даже в культуре перевода. Ну, скажем, вот тоже описательный перевод или переводческий комментарий, ну, если мы с вами возьмем, там тоже будем какой-нибудь исторический текст переводить, вот, Пшедмужа, например, Пшедмужа, то есть, перед стеной, да, то есть, можно это, конечно, дословно перевести, но это будет, конечно, корямо по-русски, но самое главное, что это не будет иметь никакого смысла, да, да, вот, а вместо этого Пшедмужа, значит, нам придется написать, что это концепция, сложившаяся в 17 веке примерно, отражавшая историческую роль Речи Посполитой в качестве передового рубежа обороны католического, христианского, европейского мира от, там, и наверческих, и варварских вторжений, ну, и так далее, и так далее. Тогда будет понятно, что такое Пшедмужа, там может, конечно, дать латинский вариант, там, антемуралис, например, вот, ну, а по-русски мы подберем, не трудно, не подберем эквивалент. Чисто фортификационный эквивалент можно, кстати, подобрать, из теории фортификации, ну, пожалуйста, будет барбакан или захаб, вот, в древнерусской фортификации, вот, Кутафья башня, Кремля, это вот захаб, ну, такой декоративный немножко, ну, это вот примерно такого типа укрепления, куда противника можно запустить, но дальше он следующую стену не пройдет, и там его можно уничтожить. То есть функционально, так сказать, фортификационный эквивалент можно найти, но содержательный он не будет. Вот, ну, и, наконец, существует такой метод перевода, хотя это, собственно говоря, уже даже не перевод, а просто заимствование, когда единица, лексическая единица исходного языка попадает в язык перевода, но это касается всяких аббревиатур обычно, обозначений каких-то реалий, ну, скажем, вот, я, например, там, ПРЛ, да, например, уже, по-моему, стал словом русского языка, и как-то уже так, вот, ПРЛ говорят, и просто заимствовали, да, вот, там уже редко кто-то там запомнит, там, коммунистическая Польша, народная Польша, потому что, в общем, все эти обозначения не совсем точны, вот, что такое народная Польша, тем более коммунистическая, ну, ПРЛ и ПРЛ, вот, ну, повзаимствовали, фактически. Вот, ну, что касается последних, это лексика, грамматика, 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 ну, грамматические особенности, я немножко скажу про грамматику, но она должна, в общем, примерно передаваться в языке перевода. Самое главное свойство грамматическое, это, она, грамматика подчинена отвлеченности и обобщенности речи, она подчинена отвлеченности и обобщенности речи, поэтому, поэтому чаще всего употребляются формы, имена существительные, формы единственного числа, в значении множественного, да, в значении множественного, там, общество имеет следующую структуру, вот, для глаголов, вообще, научный текст не очень любит глаголы, глаголов мало, вообще, такой, грамматический, он такой номинативный, есть тенденция к утрате глаголами лексического значения, и, в общем, глаголы теряют, как правило, в научном тексте лексическое значение, превращаются в такие абстракции, которые, в общем, подчинены существительным, то есть, там, есть, становится, обозначает, вот, то есть, они постепенно, они являются, считаются и так далее, то есть, они, по сути, приобретают служебную роль, и глаголы десемантизируются, вот, и, поэтому, глаголы широкой абстрактной семантики, и, как правило, в настоящем времени, и, как правило, в настоящем времени, если это не, конечно, исторический текст, вот, и, как правило, это глаголы несовершенного вида, вы знаете, по научным, по всяким статьям исследованиям, 80% глаголов в научном тексте несовершенного вида, они более, считаются более отвлеченными, более абстрактными. Формы второго лица, там, ты, вы, практически не используются, наиболее частотное первое лицо множественного числа – мы. Синтаксис, ну, синтаксис научной речи, что про него говорить, он, в общем, понятен, он сложный, он любит всякие сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения, однородные члены и так далее, и так далее. Вот, поэтому иногда, кстати, переводчику считается небольшим грехом, если это нужно для адекватной передачи смысла, разбивать предложение и не переводить одно предложение одним предложением. Иногда это будет катастрофа на языке перевода, поэтому его можно разделить, и будет несколько предложений. Далее, ну, конечно, надо там помнить о таких формальных вещах, типа всякие выделения шрифтом и вот всякие курсивы. Это все, конечно, формальности, но когда вы переводите научный текст, это бывает важно. Ну, понятно, что всякие выделения, выделенные слова, значит, их тоже надо выделять. При названии научных работ, ну, там есть просто традиции различаются, скажем, в английском и в польском, кстати, в языках название книг, название научных работ дают курсивом, да, а по-русски в кавычках. То есть, ну, тут, хотя, по-моему, по-русски в последнее время тоже начали заимствовать эту традицию, мне кажется, кавычки как-то начинают немножко уходить. Вот, ну, и что касается стилистики, то, ну, в общем, здесь предложения однообразны по цели высказывания, то есть, практически все предложения в научном тексте повествовательные, вопросительные, это редкость, восклицательные, но это вообще, так сказать, почти невероятно, почти невероятно в научном тексте. Вот, но, кстати, это не значит, что автор там не может выражать свои какие-то эмоции и свое отношение, это делается при помощи всяких вводных слов, вот, там, совершенно очевидно, ясно, вот, следует подчеркнуть, да, это вот то немногое, что автор в научном тексте может себе позволить и сфера эмоций, вот, поэтому надо это тоже переводить. Вот, вообще, ну, вообще, как мы уже говорили, они максимально безличны. Вот, ну, что же, давайте, да, ну, и еще последнее, да, последнее, это активное использование, если мы научную литературу переводим, то, конечно, характерно использование иноязычных слов и выражений, там, и латинских, и греческих, и, если мы с польского переводим, там, и английских, и французских, и немецких, вот, поэтому их, вот, вообще, как бы сказать, тут разная есть позиция. Вот, есть такая позиция, что их надо просто оставлять и не переводить, есть, некоторые переводят, я перевожу обычно в примечаниях какие-нибудь, если в названии важных работ на разных языках, или каких-то слов и выражений, но, вот, с латинскими и греческими я, честно говоря, все время думаю об этом, вот, то ли переводить, то ли не переводить, потому что начнешь переводить, скажешь, что ты думаешь, кто-то не знает, что такое modus vivendi, вот, да, тебе надо его переводить. Я иногда думаю, ну, хорошо, а вот, если в Шацкий пойдет студенту первого курса, вот, ну, знаете, все-таки, ну, все-таки я переведу, вот, или там какие-нибудь названия, скажем, работ на английском языке, которые длинные, сложные, вот, чтобы человек все-таки понял, о чем они тоже перевожу. Вот, там, кстати, с переводом названия английских работ в Шацком было замечательно, там была, там была, упоминалась работа кого-то из представителей чикагской антропологии, сейчас не помню кого, книга называлась «And keep your powder dry», вот, и держи свой порох сухим, вот, держи порох сухим, ну, будь готов, так сказать, к жизненной борьбе. Вот, я получил от переводчика, значит, перевод, где это было переведено, держи свою пудру сухой. Вот, да, вот, это был замечательный, конечно, тоже такой экспириенс переводческий, что, в общем, формально совершенно верно, но, вот, да, вот, друзья мои, ну, вот, смотрите, вот я просто хотел, да, вот работа с цитатами еще, например, бывает интересной, то есть, когда в научном тексте, я вот прям сразу открыл, в научном тексте же много цитат, и вот тут тоже это такая адовая работа, потому что, если цитируют тех, кого уже перевели на, например, на русский язык, то вам эту цитату надо искать по переводу, да, по тому переводу, который уже существует на русском языке, и, так сказать, брать все-таки перевод принятый. Но ведь иногда бывают сюрпризы, и даже довольно часто, то есть, выясняется, что перевод, скажем, на того же Аристотеля или там Маркса на русский язык или на польский, они могут просто отличаться, вот, они могут отличаться. И вот тут, кстати, пример я специально этот выбрал, вот, смотрите, да, ну, вот, может быть, кто-нибудь хочет прочитать, ну, по-русски сразу, да, по-русски перевести этот вот кусочек. А я потом скажу, в чем там была переводческая засада. Кстати, слово засада в последнее время, польское слово, именно в польском смысле вошло в русский язык, я это заметил, и именно вот не в русском смысле этого слова засада там на кого-то, да, устроить засаду, вот, а именно в польском смысле, да, вот это вот засада, да, то есть вот проблема, да, трудность, какая-то сложность. Прямо вошло в русский язык, стало обиходным, вот, интересно. Ну, пожалуйста, может быть, кто-то прочитает и по-русски, а может быть, мы так, мы польских коллег попросим прочитать по-польски, чтобы у нас звучала, так сказать, прекрасная польская речь, а наоборот, так сказать, кого-нибудь из наших российских участников попросим перевести. Могу попросить кого-нибудь из польских коллег просто прочитать по-польски. Да. Да. Могу попросить по-польски. Да. Могу попросить. Могу попросить по-польски. Зашли инфилу Ralама попросить по-польски. Ага. Могу почувствовать в русском языком. Могу попросить по-польски. Польским чечен optimalизм – понятно. Вы знаете, где это? А, понял, где это? Да, ладно. До пятой зася стан жоунирский. Шестой стан – капулахский. Сиедмый зася представят те, которые служат государству при движении тяжелых. Звучим их замижными. Восемь – высокие граждане государственные и люди, которые безинтересно посвятят себя владению государством. В конце идут страны, которые, как только я выделил, членов Рады и сэндиов, вымиряющие справедливость в спорах. В увеличенные станы Аристотелес был склонен делить дыхотомичнее на массу людей и людей значных. Спасибо большое. Прекрасно, великолепно. Вот смотрите, это конечно... А что надо делать при переводе? При переводе, значит, мы берем... Понятно, да? Все понятно, о чем идет речь, да? То есть это комментирует политику Аристотеля. Да, и деление общества в соответствии с политикой Аристотеля. Русский перевод. Значит, надо было искать русский перевод Аристотеля. Стандартный перевод Джебелева. Вот. И он звучит, значит... И государство имеет не одну, а многие составные части. Одна из них – народная масса, производящая продукты питания. Это так называемые земледельцы. Вторая – так называемые ремесленники, занимающиеся искусствами. Третья часть – торговцы. Четвертая часть – паденщики. Пятая – военные. А дальше в польском переводе в политике Аристотеля идет шестая часть – жрецы. В польском варианте. А в русском переводе у Джебелева шестой части нет вообще. И он дает примечание. Джебелев дает примечание. Далее в тексте, по-видимому, небольшой пропуск, который может быть восполнен приблизительно так. Это будет шестая составная часть государства. Шестой частью являются жрецы. Вот так вот. Так что вот почему-то польский переводчик был уверен, что они существуют. А у Джебелева это только в примечаниях и можно реконструировать. Так что вот с такими вот вещами приходится иметь дело. Вот Гуга Калантай. Гуга Калантай – польский просветитель 18-го века. Начало 19-го. Что здесь может быть интересно? Ну вот перевод как бы реалий реалий 18-го века. Перевод собственно названий работы. Вот как бы вы название работы Гуга Калантая перевели на русский язык, учитывая, что это 1810 год. Да, и язык должен быть все-таки каким-то образом, каким-то образом это передавать. Да, вот это вот, вот этот вот устаревший, так сказать, устаревший момент. Как бы вы попробовали? Я вам скажу, какой здесь, у меня-то переводческий выход был очень простой, потому что есть русский перевод Калантая, и он очень короткий. Работа называется «Физический моральный порядок». Все, да, вот и все. А вот если мы это, а если нам это придется, да, вот физический моральный порядок, или что 1810 год, да, что это? Учение, да, учение о долгие, о долгие обязанностях человека на основе вечной истины. Да, то есть, если бы надо было, если бы надо было переводить вот абсолютно полностью все название, и надо было бы как-то стараться археизировать, да, археизировать оригинал, то есть, наоборот, язык перевода, извините. Вот, ну, это не такой характерный пример. Ну, вот, а вот и Охимлелевель, да, и Охимлелевель. Ну, здесь вот, собственно говоря, это гминовладство, мы его с вами уже обсуждали, это, в общем, уже более-менее понятно. А вот, а, ну вот, кстати, интересно, это, это вот, ага, «Розвуй особовощесполечный». вот это вот, вот это вот совершенно, знаете, большая проблема. И у меня была большая проблема. То есть, это не то, что большая проблема, очень трудоемко. Особовость, и все, весь вот этот вот синонимичный, вот это все синонимичное гнездо, обозначающее личность, индивидуальность, лицо, и так далее, и так далее. Вот если речь идет о социальной психологии, и о социальной психологии, скажем, американской социальной психологии, прамида, кули, то как мы вот особовощесполечный переведем? eni. Как вы думаете? Социальная личность, да. Социальная личность? Меня, я тоже так переводил, хотя, мне все время, так сказать, это немножко от этого корежило, потому что личность вообще, она социальная. Она не может ли, личность, это социальное качество индивида. Вот. Ну, по принятому в России, так сказать, психологической терминологии, да, поэтому социальная личность немножко каша, масла, маслина. Вот. Ну если у Шацкого, так сказать, на каждом шагу это справедливо, палачность особого, то приходилось вот, приходилось таким образом себя ограничивать. Да, а вот, ядностка, выстанпу его без сами ищеби, вот как бы мы это перевели, культ, ну да, культ личности, но, видите, потом это все закончится, потом это закончится формированием яжни отжверчатленной, да, то есть, что в итоге сформируется? Какая яжнь? Получится зеркальное я, да, то есть, получится зеркальное я, но здесь, вы понимаете, если мы эту личность переведем, то будет не совсем корректно, потому что ему только личностью предстоит стать, ему здесь только личностью предстоит стать, это, в общем-то, индивид, скорее, который, отражаясь в других людях, формирует у себя вот это зеркальное я и начинает формировать свойства, свои социальные свойства и качества, превращаясь в личность в результате вот как раз вот этого процесса отражения в других, поэтому корректно ли сразу его называть здесь личностью, я перевел как индивид, и потом он превращается вот в это самое, формирует вот это самое зеркальное я. В общем, я хочу сказать, что вот это все, и у Шацкого проблема, потому что Шацкий переводит с английского, вот, он английские термины передает на польском, а мне надо с польского, значит, это все на русский, вот, и терминологические конвенции отличаются, вот, вот тоже, вот тоже, пожалуйста, он обсуждает американскую эмпирическую социологию и основное понятие, да, комьюнити, комьюнити, он, и он говорит, что, что вот это самое, где здесь, а, ну да, вот, что это понятие гораздо богаче, ну, в английском случае, да, гораздо богаче, чем выбранный нами польский, ну, польский эквивалент, ну, в смысле, сполочность локально, сполочность локальной, вот, собственно говоря, я ее тоже переводил, локальное сообщество, но, 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 все время тоже с огромным количеством примечаний, потому что вот и Шацкий тут, вот видите, он очень сильно углубляется в семантические различия между французским, немецким и английским языками, вот, сполучение хуманистичное, да, вот у нас Знанецкий, сполучение хуманистичное, ну, вот, вот это вот пример, когда приходится просто делать такую вот последовательную, последовательную кальку, да, гуманистический коэффициент, то есть, вот, как объясняет Знанецкий, может быть, кто-то хочет перевести вот цитату Знанецкого, кстати, Знанецкий очень мало переведен на русский, тут еще в чем проблема, еще когда есть традиция перевода, есть, конечно, Платон и Аристотель, где традиции перевода на русский язык уже там насчитывают века, то тут, конечно, терминология устоялась, а вот когда ты берешь, например, Фуриана Знанецкого, перевода, которого на русский язык почти нет, там, за редкими исключениями, то ты оказываешься, в общем, в роли такой, очень увлекательный, конечно, но все-таки рискованный, самому надо создавать зачастую, да, эту самую терминологию, ну, вот последнее тогда, Тюнис, Фердинанд Тюнис, вот смотрите, как переводится, вот ключевые, тут по-немецки опечатка, это при копировании, конечно, тут получилась глупость, вот, но смотрите, вот ключевые понятия Тюниса, да, Gemeinschaft und Gesellschaft, вот смотрите, как они переведены по-польски, там с опечаткой сделано, значит, что у нас такое Gemeinschaft, Гизельшафт, видите, да, по-польски, спулнота, да, а Гизельшафт, стовожешение, стовожешение, ну, пожалуйста, русские варианты. Общность, спулнота. А у Гизельшафт, стовожешение, да, в русском ассоциация, вот в английском переводе Тюниса, Gemeinschaft und Gesellschaft переводится как Community and Association, вот, и, собственно, польский вариант похож, стовожешение, это, собственно говоря, association, вот, а русский вариант, принятый у нас, перевод Тюниса, общность и общество, а еще часто встречается община и общество, а когда община и общество, то совсем полный привет, потому что слово община тащит за собой такие коннотации, которых у Тюниса в помине нет, вот, вот, поэтому вот вам, так сказать, игры разума, которые возникают и которые надо иметь в виду. Ну, дорогие коллеги, спасибо большое, вот, за терпение, вот, надеюсь, что это было чем-то полезно и всегда готов, так сказать, к общению. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо.